Привет, народ! С вами 9 выпуск Strategy Guide для игры Ultimate Mortal Kombat 3. И сегодня мы поговорим с вами о Low Tire. Это один из тех бойцов, что считается слабыми в этой части и в достаточной степени тяжелыми в освоении. А сегодня мы будем говорить о Мелине. Мелина относится к категории женских ниндзя, что как вы помните дает ей немалый плюс, так как ряд джагглов против них делается сложнее, а многие и вовсе не работают, не говоря уже о Jump'n'Punch'е. Мелина обладает неплохим зонингом и может наказывать самого противника за зонинг. Однако она все равно стала Low Tire, потому что комбы часто срываются, и не сказать, чтобы слишком много отнимали, чтобы ради них тратить столько времени, осваивая этого бойца. Саи. Хорошее и достаточно эффективное средство зонинга. Инстантовый Саи на минимальной высоте сбивает противника как в воздухе, так и на земле, когда он стоит. Но для этого надо приноровиться в нужный момент зажимать и отпускать High Punch, что требует соблюдения немалого ритма. Эта техника может быть эффективна, но чтобы применять ее в реальном бою, надо потратить немало времени, чтобы не пропустить выстрел в самый ответственный момент. Плюс к тому вы неизменно будете заходить в угол и надо затем как-то оттуда выбираться, что тоже не всегда получается. Телепорт Кик. Может быть использован в качестве антизонера, но даже в этом случае опасно, так как прием медленный и на него можно среагировать и успеть поставить блок. Единственная хитрость в том, что те, кто привыкли наказывать подобные приемы апперкотом, сделать этого не смогут, Мелина слишком далеко отпрыгивает. Но если противник вовремя сориентируется, то сможет провести антиэйр комбо, что чревато очень неприятными последствиями для Мелины. Ядро. Годится, чтобы прокатываться под высокими прожектайлами и наказывать противника комбой, но, к сожалению, чтобы сделать комбо после удачного попадания, нужно немало тренироваться, да и нанесет она не так уж и много дамага. При хорошем тайминге можно зацепить противника ядром после какого-нибудь антиэйра, но сделать это сложно из-за ввода команд самого ядра. Если бы было назад-вниз хайкик, то все было бы проще, а тут приходится до кадров рассчитывать тайминг после приземления самой Мелины. Так же может годиться в качестве вейкапа, ну и, конечно же, имеет сильный ансейф на блоке. Стандартные комбы. Хай панч, хай панч, вверх лоу панч, вниз лоу панч. 22% с джамп ин панчем 31%. Особенность этого комбо заключается в том, что противник не падает после него на землю. Хай панч, хай панч, хай кик, хай кик, вверх лоу кик, вверх хай кик. 30%. Самое странное, что с джамп ин панчем комбо снимет тоже 30%. Хай кик, хай кик, вверх лоу кик, вверх хай кик. 23%. С джамп ин панчем 33%. По большому счету у Мелины два джагла, и оба достаточно тяжелы. Хай панч, хай панч, второй хай панч зажимаем. Хай кик, хай кик, вниз вперед лоу кик, джамп ин кик, и тогда только отпускаем хай кик, что завершит комбо сайм. Джагл снимает 36%, 40% если начать с джамп ин панча. Вся сложность в том, что на джойстике тяжело зажать хай панч и нажимать при этом хай кик. Но если приноровиться, то исполнять можно. Кстати, на аркад стике это сделать гораздо проще. Если противник попался на ядро, быстро подбегаем к нему, бьем один раз хай панчем. Тут же второе ядро, подбегаем хай кик. 24% достаточно тяжелый джагл, его тренировать надо долго, и снимает он мало. Также это комбо надо применять, если удалось сбить противника в воздухе, а затем зацепить ядром. Что ж, это была Мелина, достаточно тяжелый боец, пожалуй, даже не оправданно тяжелый с учетом того, что осваивать ее долго. А эффективности от ее игры не больше, чем от других бойцов, а во многом даже меньше. На этом все, с вами был Дженникус, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok